здравствуйте глупо уважаемые любители плаверного спорта очень часто просят рассказать о каких нибудь явлениях метео и так далее я вам сейчас хочу показать явление которое называется конвергенция смотрите мы сейчас на границе италии и франции вот сейчас крыло показывает сторону франции вот внизу граница там реально границы между государствами и вот территория италии в данном случае закидана облаками и на ней совершенно другая воздушная масса и сталкиваются две воздушные массы и вот на границе образуется на сталкивающихся массах фантастические явления конвергенция это зона линейного восходящего потока то есть вот линия месяца куда это ли не еду в данном случае самое интересное что граница между государствами она вот совпадает физически вот она граница совпадает с границами воздушных масс и условий для полета поэтому мы это используем я сейчас лечу в горе монте виза попробую показать ее вам здесь надо крайне аккуратным быть потому что куча всяких облачных капканов вот эти припли уже вот эта итальянская сторона тут еще видите какой такой вот тоже частично французский затоп воздуха поэтому сухо ну и кучевая облачность есть а вот сейчас погода просто ни о чем поэтому прилетаем такими со всегда очень радуемся что летаем со стороны франции и жалеем наших итальянских друзей сейчас посмотрим как будут раскочим покажем вам это визуете все сплошная облачность а там напрямую не пройдешь и мы сейчас идем как бы вокруг бачком бачком использовали как раз тоже вот эту подвергенцию которая здесь по долине будет воздух ветер и оп вот она вот она монте виза мы сейчас мы можем вот этого города чуть и пойдем еще с итальянскую сторону выскочим и может быть будет у нас получится такие вот возможности есть у планера ну и надо понимать что когда мне говорят что и самолет такое может ну как бы может быть это но вот представьте вот здесь те 603 700 вот на в этом месте а у самолета отказывает двигатель один моторный самолет берем и у него чпок стал моторчик что теоретически возможно ну и скажу я вам это будет реальная куку по той простой причине что до посадочек ближайших самолетик не дотянет вот она до открылась вот он кусочек еще вам показал все и теперь надо текать потому что надо еще облачность проскочить так чтобы я в этом облачном капкане не отжег так ну что ну и все и дальше разгоняюсь помчался собственно назад в то место где мы набирали чтобы еще раз набрать но я продолжаю тему с самолетами смотрите вот вот это училие оно совершенно беспосадочное здесь площадок нет и выход собственно к аэродромом только через него перевал бы самолет не прошел я его своим качеством аэродинамическим сейчас увидите как пройду с трудом поэтому ну вот как бы да вот так вот тут на самолете я бы я бы не полетел а планер может и поэтому когда у нас возникают диспуты я сам на самолете летаю и только на легком типа динамика ультралайте и диспуты которые у нас возникают и лотами никто из них кстати не говорит что планер эта фигня и я ни в коем разе не говорю что самолет эта фигня это очень даже классно путешествовать на нем куда захотел туда полетел приземлился все очень прогнозируемо вот и планер менее прогнозируем и конечно но планер как раз прекрасен тем что он обладает вот этим качеством летать без мотора он всегда летит без мотора вот у нас кстати мотор то есть кабине сзади то есть если что я могу запустить но вообще всегда делаю расчет чтобы иметь возможность долететь до аэродрома ближайшего или площадке без мотора это основной принцип планерных полетов но и собственно если поведать такой принцип то планер существенно безопасней тем самолет работающий двигателем если ты просто бояться планера говорят ой там не водят мотор от это извиняюсь оба с радужке но не согласись как раз когда есть мотор это оба с радужки а мы вот раз разворачиваем Я специально сейчас сжёг высоту, чтобы опуститься пониже и показать вам вот эту всю конвергенцию. Собственно, вот они облака подходят к нам, ну, подходим, мы к ним подходим. И вот воздух поднимается впереди, прямо вот она, зона конвергенции, сейчас нас обнимет восходящим потоком и мы начнем заправляться энергией, чтобы лететь дальше. И, собственно, сегодняшний день купания в небе стоит нам всего лишь двух литров топлива, которые мы истратили для того, чтобы набрать высоту до первого потока. В этом волшебство кланера, ребята, в этом волшебство. Но чтобы так научить летать, конечно, много нужно и трудиться, и думать, и знать, и прочее. Но когда так умеешь, скажу я вам, это высшее наслаждение. Это просто праздник какой-то, который, в общем-то, у нас каждый день, потому что в Альпах погода очень много, она яркая, мощная. Завтра, вроде как, по прогнозу, мы собираемся на Моторборн. Может быть. Ну, по крайней мере, на Монблата точно. Вот, смотрите, какие красоты здесь. Вот, батончик пошел. Закрылочек. На 4. И остаюсь в поток набор. Все. Начинаем наборчик. Заправляемся топливом. То есть наше топливо, вон оно, Монтериза, в которую летал. Топливо наше. Высота. Сейчас мы преобразуем энергию природы в нашу потенциальную энергию высоты. А потом будем сжигать его в топке скорости, чтобы встречаться куда-нибудь за новыми приключениями. И так можно на планере вполне тыченочку в день нарезать. Ну, если спортивно лететь. Но тыченочку не налетаем. У нас учебно-экскурсионный маршрут. Как будто... Вот. Забирай ручку. Набирай. Сейчас я передал управление ученице. Может спокойно теперь она рулить. А я вот показываю вам. Вот сейчас инструктора, который будет отдыхать и спать. Накупавшись в небе, напулиганившись. Такая вот работа тяжелая. Представляете? Каждый день вот так вот. Вот в этом офисе есть там. Залезешь сюда с утра и сидишь. Пасхар. Хе-хе-хе. Шучу, конечно. Это я... Как это? Вирг? Гнев? Суппук. Это самое... Как это? Дразнить или там... Как это? Гневить. Во, гневить. Вот. Так что с радужным приветом с небесного офиса дружный экипаж шлякера жи 32ми. Окей-кей-кей-кей. 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 До новых встреч. Оливару. Окей-кей. Окей-кей.